Дорогие друзья, коллеги, молодые коллеги, мы рады вас приветствовать сегодня на нашей встрече. Я представлюсь, меня зовут Лилия Ильикова, я руковожу Центром Европейских Исследований Института Международных Отношений Истории Востоковедения. И сегодня я очень рада вам представить наших гостей, которые к нам приехали с исследовательскими интересами. Это гости из Берлина, из Центра Лейбница, Центр Исследований Современного Востока. Почему это особенно интересно? Потому что вы видите, что к нам едут в Татарстан, как исследовать именно восточную составляющую. Я думаю, у вас возникнут вопросы, прошу не стесняться их задавать. Вы видите, что наши гости тоже очень молодые, динамичные, с ними действительно интересно будет поговорить. Поэтому рада вам еще раз их представить. И предоставляю сначала... Давайте сделаем так. Я представлю всех гостей и потом предоставлю слово для академического координатора, чтобы он сначала сам рассказал о том, чем они занимаются. Итак, у нас в гостях сегодня директор Центра имени Лейбница Соня Фегаси. Вот она, пожалуйста. Академический координатор Центра Лейбница Штефан Кирзей. Исследователь Жанин Дагили. Исследователь Флориан Копенрад. И исследовательница Кьяра Клаузман. Спасибо. Я попрошу Штефана рассказать буквально в нескольких словах, чем занимается их Центр. И хочу сразу акцентировать. Наши гости говорят и понимают по-русски, поэтому можно не стесняться. Прошу. Спасибо вам большое. Слышно, да? И спасибо вам за приглашение. Хэрси швелькомен. Спасибо. Так, я попробую говорить по-русски. Может быть, мы будем переходить иногда на английский, когда-то, если это сложно будет. Но где-то 18 лет назад я был студентом в Московском университете. И поэтому надеюсь, что русский язык еще не совсем забыл. Так. Дело в том, что наш Центр называется Лебниц Центр современного Востока. Мы вообще очень, ну, довольно маленький научный центр. Но это научный центр. Именно это мы являемся университетом. У нас есть где-то примерно 40 научных исследователей в нашем Центре. Большинство из них кандидаты наук. Но есть и, и они именно приехали с нами, есть и аспиранты в нашем Центре. Они все занимаются разными регионами мусульманского мира. То есть у нас есть отдельные специалисты по, скажем, Северной Африке. Есть специалисты по Ближнему Востоку. Специалисты по Индии. Юго-Восточной Азии и Средней Азии. И именно поэтому, потому что в настоящее время, скажем так, Евразия не очень сильно представлена в нашем Центре. Мы именно пришли, приехали в Татарстан и узнать больше об исламе и о мусульманах именно в этом регионе. мира. Что еще можно сказать? Вообще у нас есть в основном две академические дисциплины. Это главные дисциплины. Это история и антропология. Это где-то 80% всей работы, которая у нас делается, это именно в этих двух дисциплинах. Потом еще есть политологи, есть лингвисты и другие. Но в основном это история и антропология. Спасибо. Правильно ли я поняла, что для вас, как исследователей, Восток и ислам – это два равных понятия? Что Восток – это всегда ислам. Так, Жанин? Я не могу говорить в английском, извините. Я не могу сказать, что это. Но наш Центр специализирует в мире мусульманской области. В общем, это очень широкая. Это означает, что это, конечно, мусульманской области, или мусульманской области, которые имеют исламу как их официальность. Но это также мусульманской области, которые могут быть, конечно, преминантно-Christian или другого рода. Мы имеем более широкая понимание этого. И я думаю, что я могу говорить за центр. Я думаю, что мы не могли бы не совпадать это автоматически. Я бы, конечно, так не сказала, и я бы не стала приравнивать автоматически Восток к исламу, и не стала бы приравнивать эти два понятия, поскольку мы занимаемся мусульманским миром в широком понимании этого слова, мы занимаемся мусульманским миром и исследуем страны, в которых ислам является доминирующей религией, а также занимаемся теми странами, где мусульманские сообщества представлены как меньшинство, и тем не менее они тоже представляют для нас особый интерес. Можно еще добавить один пункт? Дело в том, что мы не только занимаемся религией, у нас вообще есть научная программа, которая называется «Мусульманский мир, мир ислама, вопросительный знак». Поэтому это не совсем ясно, и есть вот это, у нас с одной стороны, конечно, занимаются нормативными элементами ислама, то есть догмами религии, это одна сторона. Но с другой стороны, и занимаются повседневной жизнью мусульман. Что это обозначает вообще быть мусульманином в современном мире? Это очень вот такой важный вопрос в нашем центре. Спасибо. Соня, могу я спросить, что ваша опьянка является официально представителем этого центра? Ваша официальная опьянка является директором об этом концепте исламского мира и ориентального мира. Итак, мы немного не задействованы с названием нашего центра, «Центромодерна Ориент». Так что это огромная проблема, что мы не называем его «Ориент», но для исторических причин, мы имеем к этому названию. Я начну с того, что нам не очень нравится название нашего центра, которое сосредоточено на исследованиях в Востоке. И мы ведем давно дебаты, именно включая это слово «восточные исследования». Но так исторически сложилось. И я называю наш центр, Я говорю про нас, что мы являемся ребенком, мы дитя объединения двух Германий. Мы начали свое существование после того, как пала Берлинская стена, и Восток, и Западная Германия объединились. Я вернусь к вашему вопросу. И как уже Штефан говорил, мы являемся небольшим центром, у нас 20 сотрудников занимающихся исследованием. И невозможно, конечно, когда 20 человек не могут охватить весь исламский мир от Марокко до Индонезии и охватить период времени от 18-го столетия до конца 20-го столетия. И по историческим причинам мы занимаемся исследованием ислама, начиная с территории Северной Африки и до Востока. И это теоретическая концепция, к которой мы придерживаемся, изучение именно этих стран. Но также нам было бы интересно изучать ислам, например, в Соединенных Штатах. Это могло бы быть также очень интересно. И это могло бы быть другим определяющим исследованием. Но поскольку мы ограничены числом наших научных сотрудников, числом наши интересы, сосредоточенные в основном на этих странах, которые мы уже упомянули. Тогда такой вопрос. Вот вы сказали, что повседневная жизнь именно в мусульманском мире входит в круг ваших интересов. Какая часть повседневной жизни наиболее интересна вам, как исследователям? Which part of our everyday life is more interesting for you, your issues, for all of you? Maybe you as the director will be first. Yes, so of course you have these wide overarching topics. And when you ask a question like this, we come to the very individual small projects. And here the interests are very varied. I can say a word about my interests. Конечно, мы охватываем широкий спектр проблем и говорим о теме в широком ее понимании. Но когда вы затрагиваете такие вопросы, как повседневная жизнь, здесь мы должны поговорить о каких-то отдельных проектах. И они очень разные. Я могу сказать о том, чем я занимаюсь, чем вы занимаетесь, Соня, что интересно именно ей. Я работаю на контемпороле морокко. И мой интерес интересен в том, что в 70-е и 80-е, которые были называемые годы лет. И это было время, когда многие политические преступления были в морокко. Сфера моих интересов – это современная морокко, особенно период 70-х до 80-х годов прошлого столетия, которые назывались темной эрой, когда наблюдался целый ряд политических преследований, и многие люди по политическим соображениям попадали в тюрьмы. И когда в 90-е тюрьмы открылись, все люди вышли из тюрьмы политические заключенные, они начали об этом открыто говорить, писать, издавать автобиографии. И один из вопросов, который для меня интересен – как удавалось семьям справляться с этой ситуацией, семьям заключенных? В моей научной работе именно повседневная жизнь также играет очень большую роль. Я довольно долго работал на юге Киргизии. Я сам был преподавателем в Ожском государственном университете, ОЖКУ, и в основном там с молодыми киргизами и узбеками работал. И мне было очень интересно вообще, как они воспринимают разные явления глобализации. Что такое глобализация в их повседневной жизни? И глобализация – это, конечно, такой сложный концепт, но с другой стороны это разные потоки. Потоки, например, миграции – вот это важный поток, конечно. СМИ, конечно, играют очень важную роль. Ну и религия, потому что в Аше очень активны в то время были разные религиозные движения. И исламские движения, и христианские движения. И это очень сильно влияло, кстати, на жизнь молодежи. Спасибо. А у нас есть кто-нибудь в зале из Кыргызстана или Узбекистана? Отлично. Я думаю, что у вас будут вопросы или комментарии. Чуть-чуть позже я прям вас попрошу высказаться. Соня? О, Соня? Я тоже работаю на Сент-Азия. И для вашего вопроса о день-то-дельной жизни, я скоро представлюсь на исследовательском проекте, который я делаю вместе с узбекистаном из Узбекистана, Шарифа Тошева. Вы хотите перевести, или... В конце концов... В конце концов... В конце концов... Это было создано с исследованием книгах о книгах. Это книгах о книгах. Это книга о книгах, «Этикал книгах о книгах о книгах, о том, как быть, как хороши. Краптсмен». В Узбеке они называются Каспри-Соласы. И эти были, в частности, были разумные книги до религиозных книгах, до религиозной войны, скажем, So, one part of the project was, and this brings together nicely, I think, the two main parts of SEDEMO, historical and anthropological. One was the work with manuscripts to get them from the archives to study them. And the other was to go to craftsmen, ask them about these manuscripts, whether they knew them or not, and what they thought of the values, like religious values and moral values that are in these manuscripts. So, this was basically the work, and we are still continuing this work by preparing an edition of these manuscripts right now. They were all together and painted, and they were both as historical and anthropological studies. And we found these documents in archives. And then we talked about these manuscripts, and asked them about how they consider religious and social values in the context of the time, in which they were written in these manuscripts. Жанин, насколько я знаю, работала в Таджикистане. Есть кто-нибудь из Таджикистана? В этот раз нет, окей. Спасибо, Кьяра. Я интересен. Я интересен. Мой Ph.D. проекте на политические идеи для студентов в Афганастан от 1964 до 1992. В связи с вопросами о ролях ислам в каждой жизни, это, of course, очень разно для разных студентов. Некоторые студенты не нравились о религии. И они Danke смотрели. Некоторые студенты не нравились люди, не нравились люди, а большие усилия. Их, мы должны быть лучше. Их, на медlenи, люди не нравились. Она не в основном, в этих условиях. в Афганстане должны быть defined by Islam, поэтому они даже риск свои жизни бороться за их мнение о роли из-за ислам в соцсети. Другие думают, что религиозно для меня но это более альтернативный вопрос. Так что я делаю. Ислам является только один из самых исследований. Я смотрю на очень разные аспекты о политике и идее из-за студентов, но эти разные мнения о роли из-за религиозной жизни. Это одна из моих исследований. Сферой моих исследований являются политические идеи в Афганистане с начала 1992 года. И я разговаривала и исследую членов различных партий, религиозных организаций и так далее. И моим интересом являются отношения молодежи к политической системе и к социальной системе общества. Я изучаю современный контекст. И некоторые считают, что политическая ситуация в стране должна определяться нормами ислама. Другие считают, что религия – это нечто личное и она не должна вмешиваться в устои государства. Вот именно этим я и занимаюсь. Очень интересно. Спасибо. И Флориан. Спасибо. И вот как и Киара является аспирантом, и недавно начал свою работу, которая находится где-то в продолжении работы Штефана, на самом деле, поскольку я тоже интересуюсь вопросами культурной глобализации, естественно. И тоже был преподавателем ОЖГУ в Кыргызстане, тоже работаю над Кыргызстаном. И изучаю в данном моменте развитие и тенденции хип-хоп-культуры в Кыргызстане, поскольку она сейчас очень популярна, как и в России. И настолько популярна во всем мире, в принципе, что уже есть интересный предмет исследований, там много интересных вопросов возникает, связанных с этим. Например, какие влияния у них есть, слушают ли побольше из Америки музыку или из России, какие у них движения в брейк-дансе. Или в основном, как они перерабатывают все эти внешние тенденции и делают вот свое из этого. Ну, это все наблюдается уже последние лет 15 в Кыргызстане. И вот можно потом сделать выводы о том, как люди в Центральной Азии, в Кыргызстане реагируют на культурную глобализацию. Отлично. Спасибо. У меня сразу вопрос к вам. И к вам. Вы сказали, что занимались изучением, в том числе, хип-хопа в Кыргызстане. Какие самые популярные исполнители? Ага, хорошо. На данном моменте есть русскоговорящие хип-хоп, если я хип-хоп, а рэпи говорят. Есть кыргызскоговорящие. Сейчас, ну, между прочим, я не хочу кого-то исключить, конечно, но на стороне русскоговорящих есть такая группа трое разных, которые тоже, ну, как-то иногда выступают с русскими исполнителями. У них вот один участник Гоукила, он сейчас в Питере живет, там занимается рэпом. И на кыргызскоговорящей стороне есть группа «Заман Баб», ну, что означает, типа, ну, современные, которые сейчас занимаются именно развитием, вот, ну, скажем, кыргызского рэпа, там, и в темах, и в языке, и в мотивах, в клипах, там всякая… Ну, по-моему, сейчас уже идет такая профессионализация вот хип-хопа в Кыргызстане, там, с этих двух движений, ну, там намного больше, на самом деле, еще… Большой бизнес, да? Ну, бизнес-то, наверное, связан с Россией уже, поскольку в Кыргызстане сейчас миллионов человек, я не знаю, какая-то может быть аудитория, но деньги как-то есть в этом, да. Окей, спасибо. Тогда у меня вопрос к аудитории. Как бы вы оценили влияние глобализации на вашу жизнь? И насколько есть… Вот давайте так, есть глобализация, да, и есть влияние религии, вот то, что в том числе исследуют наши коллеги. Как бы вы сравнили эти два потока? Что сильнее, глобализация действует или религиозное течение? Да, вот можно туда сразу микрофон? Ребят, представляйтесь по имени прям, ладно, там? Аяс. Спасибо. Аяс. Скорее глобализация, чем религия, потому что глобализация, в отличие от религии, продвигается через СМИ, через радио, через интернет, а религия эта считается уже каким-то вчерашним днем, чем-то ожившим. Сегодня уже обществом продвигаются новые ценности, и религия находится с ней в некоторой конфронтации. существует непонимание между жизнью 21 века и религией, которая писалась либо в начале, так скажем, летоисчисления с Христа, либо в 9 веке, например, как ислам. Ему очень сложно трансформироваться в современные реалии. Именно поэтому все-таки глобализация сильнее религии. Спасибо за мнение. Есть другие мнения? Да, нет. Ага, хорошо. Я бы не согласился с коллегой, так как я думаю, что это зависит от региона, так как именно в Киргизии, в Узбекистане, в арабских странах все-таки религия стоит на первом месте, а глобализация уже потом идет. То есть если религия захочет, если государство захочет, то глобализация идет до того уровня, до какого это позволит. Я так считаю. Хорошо, пошла дискуссия. Коллеги, а вы, у меня такая просьба, просто соотношайтесь с теми результатами, которые вы получали. Насколько вот это совпадает или нет? Хорошо? Ну вот как раз-таки возвращаясь к словам моего коллеги, это тоже, в принципе, можно оспорить опытом той же самой Саудовской Аравии, которая считается главным государством, продвигающим ислам. Если посмотреть на современную ситуацию в Саудовской Аравии, то совсем недавно был снят запрет на посещение кино. То есть кино открыли. И неизвестно, что будет при наследном принце, который отличается крайне либеральными ценностями. По сути, на данный момент единственным государством, которое четко стоит на данных позициях, это Иран. И то, там тоже наблюдаются своего рода подвижки, и отставание Ирана связано, в первую очередь, с санкционным. Однако, в первую очередь, надо смотреть на Саудовскую Аравию, и то, что делает Саудовская Аравия, скорее всего, будет таким примером для всего исламского мира, потому что они на себя берут роль как раз-таки лидеров исламской уммы. Спасибо за мнение. Я бы вот хотела, чтобы девушки тоже высказались. Кто самые смелые? А то у нас пока патриархат полный. Так. Женское мнение? Есть, да? Хорошо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алена. Микрофон. Например, по недавним исследованиям в Англии самым популярным именем является Мухаммад. И ожидается, что к 50-му году количество мусульман в Англии превысит 30 миллионов человек. И это количество растет за счет миграции. То есть происходит такая постепенная исламовикация. Исламизация Соединенного Королевства. И понятное дело, что ислам занимает все более-более сильные позиции там. И, соответственно, религия. То есть религия прежде, чем глобализация? Так? Ну вот если сравнивать два тренда исламизации и глобализация, то вы говорите религия первичная, а потом уже глобализация. Это просто вопрос. Да, пожалуйста. Мне кажется, глобализация и религия идут вместе, то есть в этом смысле. То есть религия изменяется вместе с глобальным миром. Спасибо. Ислам пользуется глобализацией. И у нас еще было мнение, пожалуйста. Спасибо. Я согласен с мнением коллеги. Я согласен с тем, что глобализация и религия идут рука об руку. И хотел бы также заметить, что глобализация – это, в принципе, сейчас, помимо всего прочего, в том числе и обмен между культурами. В то время как религия, из-за того, что она очень долгое время влияла на народы, естественно, она являлась и является как, скажем так, фактом, который влияет на развитие культуры, так и той областью жизни человека, которая изменялась под влиянием, опять-таки, народных культур. То есть в связи с этим, в принципе, также хотел бы сказать касательно мнение по поводу того, что глобализация больше усиливается. Тут уже, опять-таки, спорно, несмотря в какой стране и так далее. К примеру, в той же самой России изменения именно из-за того, что сильнее глобализация, в принципе, по моему мнению, по крайней мере, из-за того, что огромное влияние оказал 70-летний период. Это влияние Советского Союза и пропаганды атеизма. Конечно. Вот. Но, в принципе, религиозное влияние также осталось в некотором роде. И в некоторых странах оно, опять-таки, после падения уже советской власти опять набирает обороты. Спасибо. А тогда вот такой вопрос. В Германии сейчас насколько велика, сильна роль религии, традиционной для Германии? Ну, если это не затрагивает и правильный. Я думаю, мы не экспериментируем в Германии, поэтому мы не можем ответить на эту вопрос. И на первом уровне, это тоже не играет в нашем центре, например, или не большой роль. Это очень, как вы говорите, это часть своей жизни. Поэтому это не какое-то, которое входит в нашу дискуссию, например, в центре. Мы, вообще-то, эксперты по Востоку, в нашем центре мы не занимаемся исследованием того, как религия влияет на, является ли это частью общественной жизни. Поэтому мы в нашем центре не объясняем, не обсуждаем роль религии. И поэтому сказать наверняка не можем, как это происходит. Ну, the question was, how big is the role of religion in the contemporary life in Germany? Not like a topic for research. Лориан? С одной стороны, мы согласен с Сони за то, что религия является частной вещью, то есть каждый для себя решает, поскольку он хочет, или она хочет быть религиозным. Потом, ну, сложно говорить о Германии как одна единица. Если мы едем в какую-то деревню, в Бавару, например, там, возможно, будет очень сильна католитическая церковь. Если едем где-то на север, там может быть большое влияние протестантов. Есть места, где ислам играет свою роль. Ну, это все как-то сочетается в Германии. В принципе, все зависит от человека, от окружения. Ну, нельзя говорить, что вот в Германии так, просто... Что в Германии все разные. Киара. I agree with Florian that it's difficult to say, to give an answer to that question in general for Germany. But maybe in our context, maybe at the university, religion really plays a small role. That is not to say that people are not religious, but even I wouldn't know if my friends are religious, or, like, close friends, of course, but maybe the people around me. Because it's not a topic, which is discussed often, at least not in our environment. And, as Sonja said, we are not experts on religion in Germany, so I couldn't even tell how that is different in other parts of Germany or parts of the society. — Okay. Okay. — Well, опять-таки, я могу говорить только о себе и о своих друзьях. Я не могу говорить о контексте в широком смысле слова. Наверное, религия играет не такую большую роль в нашем обществе. Мы даже никогда не обсуждаем вопросы религии, не спрашиваем, кто является религиозным. Я даже не знаю, кто из моих друзей религиозен, никогда не задавал этих вопросов. Поэтому здесь сложно говорить, потому что это не тема наших исследований. — Штефан, your opinion? — Это, конечно, личные впечатления, скажем так. Но я помню, когда я был аспирантом, я вообще начал заниматься вопросом религиозного возрождения. Это было после распада СССР. И в то время мы видели в разных странах, что роль религии, ну, на вид, по крайней мере, очень сильно рос. Вот это было такое впечатление. И когда я в первый раз был и в Киргизии, у меня опять сложилось такое впечатление. И это меня немножко потрясало, потому что я, ну, может быть, в то время молодым человеком этого не ожидал. И в то время мне говорил мой научный руководитель, она говорила мне, что то, что у вас было в Германии, это вот странный процесс секуляризации. И на самом деле Германия и другие страны северо-запада Европы являются исключениями. А они, на самом деле, может быть, то, что у нас в Германии происходит, то, что происходит в Скандинавии и в Великобритании, это не совпадает с тем, что происходит, допустим, в Африке и в Латинской Америке и, может быть, в Средней Азии. Поэтому, да, я думаю, что уровень религии сравнительно низок в Германии, но это, конечно, это все-таки личное впечатление. Спасибо. Жанни, кто это? Ну, я думаю, на личном уровне, я не повторю, что мои коллеги уже говорили. Но я бы сказал, что религия, может быть, 20 лет, уже в Германии, в том смысле, что общественная дискуссия началась, особенно в мусульмах в городе, и в том, что роль христианские церкви, и в том, что это было в мусульмах. В последние 20 лет вопросы религии как-то начали обсуждаться, и они несколько стали политизированными, и ведется много общественных дискуссий на тему по роли религии в обществе. И в наше время, в современной Германии, различные религии стали очень открытыми. Это, например, мусульманство или представители православной церкви. Они открыто заявляют о себе. И за последние 20 лет, наверное, религия как-то, отношение к религии сильно поменялось. Спасибо. Ну, вот смотрите, мы так задали вопрос в нашу аудиторию, задали вопрос гостям. Что сейчас вопрос будет с вашей стороны? Что же сильнее, глобализация или все-таки возрождение религиозности? И вот получилась такая парадоксальная ситуация, что все согласны, да, мы все с вами согласны, глобализация и религия идут вместе, но при этом студенты вот здесь говорят, что либо религия сильнее, либо глобализация идет больше. И все-таки коллеги говорят, что, ну, как бы, вот слышно, да, что это немножко не тот вопрос, который, я так понимаю, хочется обсуждать публично. Ну, точно, да, я попала. Видимо, не тот вопрос. Хорошо, давайте вопросы теперь из зала, потому что у нас все-таки дискуссия и необязательно друг с другом соглашаться. Здравствуйте, меня зовут Тимур, я студент третьего курса. Без авто, в Deutsch, в Уда, в English. В Уссиш? В Уссиш. English. Окей, so I want to ask you, I've lived in Austria for two years. I've studied there, in Vienna. So, it was so big problem with the migrants in Austria. And it's also, there is a problem in Germany with the migrants. And I want to ask you, is there any, like, the influence from your projects and the researches that you make to help the population of Germany in Austria, for example, to understand people that come from North Africa and Asia and bring their religion and their views to Germany. So, this is my question. Спасибо. Who will be? Okay, thank you very much. Maybe just one sentence to the discussion before. I mean, for us, it's very interesting to hear you about this question on globalization and religion. Maybe what we just wanted to say is that we have not researched this topic. and that's why, if we say something about it, it's because we are newspaper readers, but it's not informed knowledge as a researcher. Not personal experience. Yes, we have personal experience and we sort of follow the current debate, but we haven't researched it, and that's why we wouldn't answer with, yes, it's rising or it's declining or so on. And about your question on the migration, this is also a topic which has been brought up with us fairly often since we're here and although it feels like a very long time, I think it's only our second day here. And maybe you translate and then I continue. What about the previous question about globalization and religion, we are not doing this research. I can see that we have not studied this topic. We exactly know them from the news. We just read the news. And so we can't say, if it's a role of globalization or religion is a role of globalization. What about your question about migration, we are in Kazan only two days, but we have already asked these questions. Yes, this is a topic which is very discussed. So there seems to be a lot of concern outside about this question on migration to Germany. You talked about Austria, but of course I know better only the German situation. And of course the German public is divided about this. So what I will be saying is also contested. But I think it sort of reflects one strand of German debate. And if you go back historically to the end of the Cold War, there was a huge migration wave to Germany. So we had about 400,000 migrants who came to Germany after the fall of the Berlin Wall. And we had roughly 440,000 Germans who lived in the Soviet Union before and who were able to migrate on this basis to Germany as well. So more than 800,000 people. 800,000. 800,000. 800,000. 800,000, yes. 800,000, yes. 800,000, yes. 800,000. 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 Из Советского Союза наблюдалась целая волна миграций, как в Германию, из бывшего Советского Союза, тогда еще Советского Союза. 100 тысяч человек русских эмигрировало в Германию, а также 440 тысяч немцев, которые проживали на территории Советского Союза, вернулись в Германию. Таким образом, в Германию приехало порядка 800 тысяч человек, мигрантов. И вы получили именно такую же пробу, которую мы видим сегодня, и люди очень сыты и сделали огромное дело в 1990, 1991, 1992. И один из словов, что «звездо в поле». Это было всегда сказано, что «звездо в поле, германия не может принимать больше миграций, это большой проблемой», «вы должны улучшить нашу правила». И также, как и сегодня, в начале 1990, 1991, 1992 году было также очень много дебатов, и тогда был очень популярен слоган «Лодка уже полная, нам больше некуда принимать мигрантов». И было также много дискуссий, и требовали издания новых законов, и эта проблема очень освещалась партиями правого крыла. Да, но даже тех, кто были против этого миграции, как, например, очень известный политик, Оскар Лафонтэн. Я не знаю, если вы уже не слышали его название, он сказал, что «звездо в поле, германия, 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 германия. Германия, 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 г И это очень понятно, что люди были уничтожены в стране. И тогда было сказано, что 1 миллион или 1 миллион, 200 тысяч человек приехали в Германии. Сегодня мы знаем, что это было более чем 1 миллион. И там есть часть общества, которая говорит, что Германия – это один из самых реческих стран в мире. И мы можем общаться с 1 миллион или 800 тысяч миллигренов в месяц. Поэтому мы не можем общаться с этим. Как мы не можем общаться с этим? Как можно общаться с Джорданом, как Либаном, общаться с этим? И они уничтожены больше людей. И поэтому мы не видим это такой большой проблемой, как это может быть с другими людьми. Так что сейчас самый популярный слоган – «Вершафендас»? Да. Хорошо, спасибо. И в то время противником волны миграции выступал известный политик, может быть, вы знаете его имя – Оскар Лафонтен. И он говорил, что уровень миграции и волна миграции не должна превышать уровень рождаемости в стране. А рождаемость в стране составляет приблизительно 800-900 тысяч человек в год. И были приняты новые законы, которые были достаточно жесткими. Ситуация тогда была ужесточена и волна миграции начала сходить на нет. Но в 2015 году в связи с кризисом в восточных странах в Сирии, в Афганистане, в Ираке люди были вынуждены погибать свои государства, свои страны. И тогда началась новая волна миграции в Германию, потому что считают, что Германия – это богатая страна. И действительно, Германия может принять такое количество мигрантов. Это не Ордания или не Ливан, например. И мы в Германии не видим такой большой угрозы от миграции. Спасибо. И у нас еще одно мнение. Штефан? Да, я просто хотела добавить что-то к вашему вопросу, потому что вы нам спросили, как мы сотрудничаем с нашим исследованием к этому вопросу. И, вы знаете, мы делаем основные страны в Африке, в Азии и в Азии, и в Азии, и в Азии, и в Азии, и в Азии. И мы часто focusаем на страны в регионах, а не на Германии. Но, и у нас есть огромный « но», потому что вы спросили, что сейчас вы спросили, что сейчас постоянно будет спросить в Азии, и также по мнению государства и различных фондов. И мы начнем с этим вопросом. И только два месяца назад, мы начали новый проект, специально дедикатый для исследований с Сирией в Германии, и чтобы построить, может быть, историю о том, как их жизни были, во время войны в Сирии, как они живут вместе, различные мусульные группы, например, Суньи и Шиа, различные этнические. Потому что сегодня люди смотрят на Сирию, и все они думают о войне. Но, до этого, еще было много эксперт, чтобы жить вместе, и что можно использовать для будущего. И в этом проеке мы работаем с дверными статистиками составляем с различными статистиками. Мы сотрудничаем с институцией с институцией с Берлинского Сената, и также с институцией с политической институцией в статистике Берлин, и в окружении стати Бранденберг. И, конечно, они хотят знать, эти официальные бодицы хотят знать, например, что идеи с Syrian refugees и их ожиданиями о немецкого статуса. Что они думают о этом статусе. Да, это может быть деньги, это может быть другой системы, это может быть, знаете, что делать с пенсионами. Идея о том, что статус и что статус делает, это зависит от страны к стране. И, конечно, журналисты также хотят знать это. И, знаете, это тоже самое, где мы видим нашу роль как медиатор, bringing together different sides, finding something out about people's expectations, talking to the media, talking to the wider public in, you know, various formats. Но это часть нашего работа, да. Еще вот? Да, конечно. Здравствуйте, Штефан, у меня к вам вопрос. Я сам происхожу из семьи, которые родились в Киргизии, ну, Узбеки. Потом мы впоследствии переехали в Узбекистан. И вы были в Узгене город? Да, город. Да, вот это Узген, это город, так сказать, столица караханидов, мусульманское государство. Это, ну, раньше. Такой вопрос. Религия у нас одна с киргизами, да. У нас одна даже группа, то есть мы говорим почти на одном языке, да. Увидели ли вы большую разницу между нами ментально, то есть, так сказать, или близости наши именно, то есть даже если мы находимся в одной религии, говорим почти на одном языке, есть у нас большие различия. И увидели ли вы между нами вражду, о которой говорят все вокруг, именно в Средней Азии? Спасибо за... Спасибо за такой вопрос. Интересно. Может быть, я вообще оптимист. Я вражду почти не видел. Это очень странно, потому что были же такие страшные события. Но это мой личный взгляд. Это вообще, это последствия политической манипуляции. А это не то, что народ думает. И это в основном и не те люди были, которые жили и живут в Аше и в других местностях именно в этом регионе. Из разных регионов Киргизстана привезли именно вождь для того, чтобы сделать страшные вещи. Но это не вот такой туземный феномен, я бы сказал. Но может быть, у тебя другое впечатление? Я могу запомнить, поскольку Штефан был вообще до 10-го года, в 4-м, 5-м, да? А я от 15-го по 17-го. Ну, конечно, вот этот вопрос во всех головах ваших, при том, что были большие события, говорят. Ну, я, Ош, который я видел, на самом деле, при этом я тоже оптимист, как Штефан, развивающийся город. Сейчас уже как-то люди перешли к другому, там все стали побольше заниматься бизнесом своим, там маленькие всякие кафешки откроются, какие-то импортируют, всякие вещи из Китая, из Кореи. Ну, это тоже глобализация, естественно, конечно, и... Ну, потом, конечно, у каждого свое введение на это, но как-то на большая картина для меня тоже больше дружелюбима, чем вражда. То есть вы сторонники инструментальной теории, когда вот все эти конфликты между этносами, они провоцируются, да, политическими силами? Ну, очень сложный вопрос, какая-то почва есть, ну, наверное. Есть на что как-то, есть что можно трогать, но то, что трогает, это не люди сами, никто не хочет войну, на самом деле, это зачем? Ну, есть люди, у которых есть интерес к войне, это везде так. И вот если вот совпадение в всяких разных течениях, может случается вот такой ужас, но это как-то, по-моему, нигде война не исходит из местных жителей. Потому что вообще-то это не... Вот это большая-большая теория такая. Большое спасибо за ответ. Жанин, у нее тоже есть мнение. Мой я просто добавляю, как, очень маленький вопрос, я не хочу уничтожить оптимизм. Ааа! А? Да, и я think, I also, I mean, I mean, I would subscribe very much to what you said. But these things have not been the first time, and there were these terrible events in the Fergana Valley and on the Узбек side before, I think in 88 or 89. So, and afterwards, if you analyse this conflict, this was very much about land and water and other issues than ethnicity or religion, in fact. What I found a bit frustrating the last time I was in Kyrgyzstan was that, again, these things are not talked about openly. And after the first events, it was said, no, we don't talk about this, because if we talk about this, then it starts again. And nobody talked about it, and it started again. And so this time, I feel it's the same thing. And then I saw publications in Bishkek, and they always only named the Kyrgyz victims, but not the USPICS one. And I thought, well, this may be, hopefully not, but this may be the seed for anything new, hostilities or whatever. So you are not so optimistic. I'm not so optimistic. Здесь я хотела бы добавить, я буквально вчера вернулась с большого форума по миграции в Петербурге, и там петербургские коллеги представляли результаты большого двухлетнего исследования со множественным интервью и анкетных опросов, как раз относительно того, как люди оценивают межэтнические отношения и межконфессиональные отношения. Но в их случае это северо-западный федеральный округ. И там была ровно та же картина. Мужчины оценивают более оптимистично отношения между группами, чем женщины. Женщины по статистике всегда более, независимо от уровня образования, кстати, всегда более настороженно относятся к любым изменениям. То есть это не значит, что полярно, они там осторожны или нет. Но всегда более осторожная позиция. И мужчины либо черные, либо белые. Вот в данном случае у нас оптимисты. Спасибо. Спасибо, да. Конечно. То есть я могу оптимизм еще добавить? Оптимизма. Оптимизма никогда ничего не бывает. Так как у нас изменился президент, мы уже ведем более открытую политику. И у нас уже была, даже так сказать, не могли спокойно пересекать границу с Киргизией. В Киргизию не могли попасть, потому что после 2010 года. Сейчас у нас уже по-другому все. Без проблем паспортные режимы можем переходить. Потому что в Узбекистане живут огромное количество родственников. И в Киргизии. То есть они уже беспокойно могут туда-сюда ездить. То есть и таких, надеемся, уже этнических гражданских войн уже не будет. Спасибо. Да, действительно, есть такие прям подтверждающие изменения в политике со стороны Узбекистана. И множество действий. И есть очень, если почитать даже прессу, которая пишет о Средней Азии, есть очень большие ожидания, радужные в чем-то. Потому что теперь вот не будет как раньше, да, что мы будем открытыми, что Узбекистан будет открытым, что он будет более дружелюбным. Но это хорошо, это оптимизм. Его лишнего не бывает, повторюсь. Еще, может быть, вопрос или комментарии? Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Даниил. Я заранее извиняюсь за такой немножко нетактичный вопрос, но все же он есть. Скорее мой вопрос будет направлен к вам именно как к гражданам Германии. И вопрос заключается в следующем. Я сегодня услышал такую фразу, как мы не боимся миграции, иммигрантов и тому подобное. А как же по поводу международного терроризма? Что по поводу этого? Спасибо. Да, да, Флориан. Мы уже готов ответить. Ну, как сказать, терроризм живет от страха. То есть терроризм всегда развивается из-за того, что люди думают, что он опаснее, чем он есть на самом деле. Если считать, сколько на самом деле погибли людей в Европе за последние сто лет, мы живем в самых безопасных десятилетиях, которые были. Ну, по всей статистике и криминалистике. То есть, конечно, есть такая опасность, конечно, надо против этого бороться. Но, по-моему, намного опаснее преувеличивать вот этот вопрос, потому что это будет уже влиять на все общество. А там будут изменить законы, как во Франции, например, сейчас уже такой постоянный режим, как сказать, of emergency. Чрезвычайная ситуация. Да, постоянная чрезвычайная ситуация, при том, что при всей законе о терроризме как-то противостоят правосудия уже. Там как-то полиция очень много уже может позволиться во Франции из-за того, что вот был такой шок. И вот это длится на 40, 50, 60 лет. А вот эти моментальные атаки, вот это, конечно, печально, конечно, как-то очень важный вопрос, но не главная опасность для общества, я бы сказал. Спасибо. Жанин. Я бы также разделяю эти два вопроса очень сильно, особенно если я имею в виду в том, что, я думаю, в том, что, я думаю, эти две вещи, хотя они очень конфликты в нем медиа, но я думаю, что они не имеют ничего с другом, потому что, для меня, лично, террорист — это террорист, и это не имеет ничего с миграцией. Это уже существовало в Германии, и, возможно, если я опять не оптимистична, это будет существовать за некоторое время. Я бы сказал, что действительно Германия изменилась, и также и Берлин изменился за последние, может быть, там, три года довольно резко, да. И, конечно, вот все эти вопросы, вопросы терроризма, например, и вопросы, все вопросы связаны с миграцией, конечно, они нас касают, затрагивают очень сильно даже. Я, например, когда у нас был теракт в Берлине где-то два года назад, я думаю, два года назад, да, я был очень рядом, и, конечно, мы, ну, слышали об этом, видели, там, там, люди на телевидении, постоянно люди говорили об этом. Конечно, это важно, и это влияет на нас. И опасаемся. Это одна сторона. С другой стороны, я должен сказать, что я живу в одном квартале Берлина, где раньше вообще вообще людей из Сирии, из Афганистана и так далее вообще не было. А сейчас у нас, ну, там есть маленькая площадка, и именно там построили большое-большое убежище, и там сейчас живут где-то почти 300 беженцев из именно этих стран. Каждый день они видны на улице. Ничего плохого не происходит. Неделю назад, например, у нас, потому что вообще был первый жаркий день, организовали большой барбекю именно на площадке все вместе. И одновременно, конечно, вот это впечатление тоже влияет на нас. И я бы сказал, что это, на самом деле, намного сильнее, чем вот это пунктуальные другие впечатления. То есть присутствие, например, теперь в вашем районе 300 человек, оно никак не вызывает никакого неприятия у всех, кто живет. Им рады. А вот вчера на форуме как раз очень многие коллеги из Германии высказывали такую точку зрения, может быть, вы согласны, может быть, нет, что чаще всего опасность от мигрантов и опасность от их большого количества — это только пропаганда. И мы не согласны с тем, что в Германии слишком много мигрантов, то, что их слишком много — это пропаганда. Мы можем совершенно спокойно с этим справиться, и мы действительно им рады. Это так? Киара, дайте девушке слово. Я думаю, что, конечно, что это происходит. Конечно, это происходит, что человек чувствует опасность, который может быть настоящим, но я согласен с Стефан, что, скорее всего, это просто просто неправда, что это не правда. Я думаю, что это не проблема, потому что многие молодые люди приходят в Германии и они не работают. Они не могут работать, они не могут работать, или они не могут говорить enough Германии или Германии, чтобы работать. Возможно, они не могут быть с Москвой, или комфортнее, или германии. Но заal auxильная группа, и молодые люди могут быть образцом, может быть удивленным, что они могут применяться, что, в общем-то, понимаете, что это Pvога, но не потому что они впервые. Я думаю, что если есть проблема, то есть группа людей без работы или перспективы, потому что многие не знают, что они не могут жить в Германии. Поэтому это более проблема, если есть проблема. Но, в общем, я очень согласен с Стефан, что это только понятное впечатление, и это только происходит в очень небольшом институте. И это то, что можно назвать «попаганда», что люди говорят много о этих институтах и не говорят много о барбекусе на улице с новыми людьми, которые приходят к нашим окружающим, которые могут быть очень интересным и полезным для всех, потому что они могут знать новые идеи, новые культуры, и новые друзья, которые могут быть новыми, которые не говорят о том, что люди не говорят в медиа, например. Жанин, немного о том, что есть пессимизм? Нет, нет пессимизм. Я просто хочу добавить, что это тоже, что это еще иное, что в Германии, я бы сказать, не очень мало о этих местах, и не было очень интересным, и еще не было очень интересным, когда эти миграторы пришли. Так что, они уже все которые приходят в это время, никакой их никакого. Поэтому, во-первых, все они всеhetные, и все-таки плохо, из них сегодня, Многие, многие, они они, которые приходят в этих местах, которые скрыли все, они все динамики, поскольку они все динамики, все уделяются, все эти уделяются, все уделки, они никогда не работали в ихattage. В fact, они были оченьар betынят, что люди уехали к университете на университете, и сделали правильный работы, Другие мнения были потом, как они не могли выйти, и это тоже очень тратят вот разумные, они тоже все не очень уедукие, они не были так. Всё так, очень запрещено у sector, иначе, если вы обратите к этому, что они там не все-таки думали, и по моему мнению, они действительно почтяты, они могут быть в том том, что они действительно стоят в том, чем они думают больше. Тогда давайте сконцентрируемся, задаем три вопроса буквально, потому что нам нужно заканчивать. Три хороших интересных вопроса нашим гостям. Если you have some questions to our students, you are welcome. — Не стесняйтесь, спокойно можно задавать вопросы на русском. — Здравствуйте. Меня зовут Александр. Естественно, у студентов много вопросов по Германии и по политической составляющей, и по религиозной. Но вернемся, так скажем, к вашему интересу, к тому, что вас интересовало изначально, а точнее Восток и ислам на территории Российской Федерации. Я, как человек, на протяжении многих лет проживавший на территории двух исламских республик, это республика Башкортостан и республика Татарстан, могу вам сказать, что за последние... — Какая первая республика? — Башкортостан, соседняя. — Религия на территории Башкирии и Татарстана за последние 10 лет колоссально меняется. И в том числе причиной тому служит и глобализация. Разница ислама между исламом молодежным и исламом старших поколений тоже колоссален. А если вы поедете на Кавказ, то вы почувствуете еще большую разницу. То есть, чтобы полностью оценить глубину разницы ислама на территории Российской Федерации, необходимо достаточно географически широко попутешествовать. И чего я вам, конечно же, желаю в ваших исследованиях успехов. Ну вот хотелось бы просто акцентировать на такой момент, что молодежный ислам, он сильно изменился. Отношение к молодежи, молодежи к исламу сильно изменилось. В зависимости от региона меняются каноны, потому что изучение той или иной литературы, то есть религиозная грамотность везде разная. И подается она по-разному. Спасибо. — Спасибо. Ну, в общем, вам придется еще поездить, чтобы изучить. — Спасибо вам огромное. — Ну, может, если я могу... — Очень короткий комментарий. Спасибо большое. Я учила несколько изучений о том, что в Таджикистанеstanding, это именно такое. И что я очень интересно, что молодые люди обычно используются новообращения и мобильного интерпретения исламы в том, чтобы одновременно приобрести святой древнете, и в общем, указать их устраниться как более знаменитый, как это изучить в Spanish or whatever. Спасибо. — Спасибо. Спасибо. Ещё вопросы? У меня совсем маленький личный вопрос к вам, может быть. Мы же в нашем центре делаем исследования по мусульманскому миру. А кто из вас вообще считает Татарстаном мусульманским миром? Как вы считаете? То есть это в будущем всё больше и больше будет распространяться ислам. А микрофон можно? Микрофон, пожалуйста. То есть я также поддерживаю свою коллегу, то, что религия, ислам именно в Татарстане будет только развиваться. Потому что исторически здесь было мусульманство, и поэтому это будет возобновляться, как и в Средней Азии, как и на Кавказе, как и в других странах. То есть глобализация религии. Спасибо. Передаю микрофон. И потом вот девушке... Я секунду просто хотел добавить. Немножко был вопрос по поводу Исламской республики Татарстан. Да, она исламская, но здесь нет такого широкого... Мусульманская, а не исламская. Мусульманская. Да, это важно на самом деле. Я не хочу сказать, что здесь только мусульманская республика, потому что здесь, как я уже сказал, мультикультураль. И здесь проживают очень много разных представителей разных религий. И здесь, понимаете, нету какой-то конфронтации, нету людей, которые в своем количестве превышали бы другую. То есть других людей, которые исповедуют другую религию. И поэтому очень сложно сказать, мусульманский ли Татарстан или нет. Спасибо. И на первый ряд, пожалуйста. Микрофон. Насчет вашего вопроса я хотела бы добавить. Может быть, вы знаете, Татарстан принимает активное участие в Казан-саммите, в таком глобальном мероприятии для стран ОИС, мусульманских стран как раз-таки. И я хочу сказать, что в Татарстане вообще очень много примеров как раз-таки развитием индустрии, халяль-индустрии, халяль-туризма, халяль-продукции. Во всех сферах развивается и также мода женская. И также банкинг, исламский банкинг, он активно развивается. И даже молодежной организацией, я могу сказать, я сама являюсь аккредитатором клуба ОИС в Казани. И действительно, это большая часть нашей жизни вообще в Татарстане. И мы, на самом деле, рады, что это так и является. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос или комментарий? Вопрос. Как вы считаете, сможет ли вообще мусульманство Ближнего Востока и Северной Африки влиться в европейскую систему ценностей? В систему ценностей, где победили такие вещи, как феминизм, эгалитаризм, сексуальная революция? Сможет ли эта консервативная часть мира влиться в новую Европу? Или же все останется, как у Киплинга? Запад – это запад, восток – это восток, и никогда им не встретиться. Спасибо. Кому сложный вопрос? Соня. Они уже встретились в последние 200, 300, 400 лет. И если вы хотите посмотреть, что женщины, например, только 30 лет назад, женщины не могли бы уничтожить работу без позволения своих мужей. Таким образом, мы не можем сравнивать Германию сегодня с Евгиптом. Вы должны сравнивать женщины в Евгипте уже в начале 20-х годов. Я очень оптимистична, чтобы думать, что эти интернете, которые находятся в центре наших исследований, они уже так стараются. Они имеют длинную историю, и обсуждение было открыто 200 лет назад. Поэтому я думаю, что это не отдельно. Это не отдельные миры. Спасибо. Дан Бойвиц? Да. Одна вещь, что я бы хотела добавить. Иногда люди думают, что Германия является такой открытой и либеральной социей. Но вы тоже должны быть в виду, что, например, до 1975-1976, женщины имели приглашать официальную permission, чтобы работать. Это было в Киеве. Это было в Киеве. 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 В Киеве.